Очаровательные собачки с гордым, своенравным, но очень преданным характером. Скотч-терьер или просто скотти? Сегодня мы познакомим вас с джентльменами собачьего мира. Эдик Голди и Нея. Вот такая веселая троица озорных скотч-терьеров живет у Алены. Она, как никто другой, знает все тонкости этой породы. Здесь представлено у нас три окраса, которые существуют в природе. Это пшеничный, это черный скотч-терьер и тигровый. Эти ласковые и подвижные собаки, как правило, становятся равноправными членами семьи. Они не прочь поиграть с детьми и поднять настроение своему хозяину. Нести доблестную службу для него – настоящая честь. Однако, хоть скотч-терьер и обаятельные собаки, временами эти малыши упрямы и независимы. Они проявляют свой темперамент, чтобы показать свою самостоятельность. А еще собаки этой породы обладают особой чувствительностью и точно знают разницу между критикой и похвалой. Ну, собаки бесстрашны в целом. Поэтому терьерский характер – это, наверное, мой характер. И только, наверное, как я говорю, очень сильные волевые люди держат скотч-терьеров, находят с ними общий язык, договариваются. Скотти впервые были выведены в Шотландии. Там терьеры проявили себя как хорошие охотники на лисицу, барсука и многих других норных животных. Именно поэтому отличительная черта скотч-терьеров – сильный хвост морковкой. Очень сильный хвост, он высоко посаженный, и охотники уже потом собаку вместе с добычей вытягивали за хвост. Как вы справляетесь со всеми три собаками? Ну, на данный момент со мной живет две собаки – это Нейчка и Эдик. А Голди у нас живет с мамой, наверное, уже лет пять, это точно. У нас была ситуация, я уезжала в Москву на выставку. Эдик был совсем маленький, три месяца, он только-только ко мне приехал. Вот, и я маму попросила, чтобы она пару дней у мамы пожила. Когда я вернулась домой, приехала забирать собачку, мама сказала, я не отдам. Она настолько нашла с ней общий язык, это для нее стало просто подружка. Плюс к тому, на тот момент маме болели ноги, и собака просто не давала ей прохода, она ложилась на ноги, и ноги очень быстро согревались, боль уходила. И поэтому, как мама моя сейчас говорит, для нее Голди – это ее домашний доктор. Такие схожие снаружи, такие разные внутри. Нее нет еще годика. Она самая любопытная и игривая из всей тройки. Эдик приехал к Алене из Сербии. Этот красавец не раз брал на себя рульняньки для других щенков. За свои шесть лет он стал интер- и мультичемпионом многих международных выставок. Ну а Голди – самая мудрая и сообразительная. Голдюша у нас тоже в свое время звездила в рингах, да, Голдюша? Она чемпионка, тоже интер-мультичемпион, она чемпионка, наверное, десяти стран. Вот, Голди очень много со мной попоездила. В принципе, в рингах она очень часто брала просто своим темпераментом, своей вот этой зажигательностью. Голди у нас очень любит яблоки. Ей можно мясо надавать и яблоко дать. А виноград, у нее слюни текут. Она когда видит виноград, она готова тебе сделать все, что захочешь. Скотч-терьеры выносливые, дружелюбные, а самое главное – чисто плотные собачки. Если вы проживаете в многоквартирном доме на небольшой жилплощади, то такая порода точно для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!